Рад приветствовать вас на нашей конференции. В своем небольшом выступлении, представлении, я хотел бы затронуть вопросы организации онлайн и смешанных форматов виртуального обучения, то есть как синхронных, так и асинхронных, с использованием такого инструмента, который за последний буквально год стал очень популярным, востребованным. Почему? Я как раз и хотел бы это показать. Инструмент называется Microsoft Teams. Меня зовут Даниил Динсес. Работаю как и независимый консультант, и как тренер в компании, специалист, который занимается обучением для взрослых, профессиональные навыки от бухгалтерии до всяких личностных навыков технических и так далее. Здесь на слайде представлен мой небольшой бэкграунд, и на протяжении уже где-то последних лет десяти я очень активно занимаюсь различными вопросами обеспечения всевозможных смешанных форм обучения, виртуальный, онлайн, синхронный, асинхронный. Это и методологическое обеспечение, и технические аспекты, подготовка их преподавателей, и технического персонала, и персонала различного вспомогательного, административного. Ну вот, с чего мы начинали, да, так что вот тоже немножко был бэкграунд понятен. Естественно, как, наверное, многие из вас офлайн дистанционного обучения, то чему уже там, наверное, сотню с лишним лет. Ровно 10 лет назад мы запустили первыми вообще в мире вебинары, которые шли синхронно с группой в классе, до сих пор это делают достаточно немногие, но когда у нас стал появляться вот таким образом накопленный контент, естественно, мы стали думать, как его использовать, и пришли к нескольким другим форматам, таким как, ну так называемое, открытое у нас называется обучение, когда в классе находятся люди из разных, не только компаний, но и занимающиеся по разным предметам, а преподаватель выступает в роли консультанта. А как же тогда люди занимаются по разным дисциплинам? По записям, по видеозаписям. Близкий формат, точно заочное обучение, материал теоретический, методологический. Обучаемые изучают, знакомятся с ним, то же самое по видеозаписям, по, естественно, там различным дополнительным электронным материалам, самостоятельно выполняют задания, а затем во время очных сессий с преподавателем, традиционно консультируются или работают в каких-то группах. Вот сейчас нарастает формат, популярность такого формата, как микрообучение, микрокурсы, да, для тех, кто занят, вот чтобы быстро получить какой-то навык. Использовали для этого самые разные инструменты, да, поскольку вот развивается все постепенно-постепенно, то для онлайн синхронных вот GoToMeeting использовали, очень популярный GoToWebinar до сих пор используем. Как-то надо организовать трансляции вот этих полученных видеозаписей, тоже различные средства. Доступ к электронным материалам тоже самые различные могут быть. Мы там, собственно, использовали хранилище, и очень активно используются всевозможные там Яндекс.Диск, Google Docs, там облачные сервера. Как коммуникации организовать с преподавателем? Ну, какие-то возможности GoToMeeting предоставляет, ну, там, что онлайн-сессия завершилась, и все. Да, преподаватели только там в почту писать или на какой-то форум. То есть, получается, у слушателя много разных точек входа. Но, с одной стороны, ничего страшного, так как по истории, видите, занимаются уже много лет, и, в общем, но все развивается, всех улучшений. И поэтому, несмотря на то, что мы достигли до очень больших успехов, да, я не буду там долго хвастаться, кто в теме, мы все, в общем, более-менее друг друга знаем. Мы действительно в этом одни из передовых там в мире. Я, в общем, совершенно не побоюсь этого слова. И действительно в занятом таком очень быстро меняющемся мире, когда людям нужно быстро получать новую какую-то информацию, обновлять свои профессиональные компетенции, достоинство индивидуального графика, возможность какого-то асинхронного потом доступа к материалам курса. Все это очень-очень важно, безусловно. Естественно, вот возникает цикл деминга, да, новые потребности, точки улучшения. Ну, одну из очевидных я сразу же обозначил, когда очень много разных инструментов, это не очень удобно, это пусть небольшие, но дополнительные затраты времени. Здесь залогинься, там залогинься, здесь сообщение, ответ от преподавателя посмотри, а здесь доступ к записи. Это один момент. Другие моменты, работа в малых группах, то, что сейчас называется эмоциональный интеллект, развитие коммуникативных навыков для быстрой адаптации к изменениям, поручать задания выполнять нашим слушателям или студентам, работать в малых группах. Тоже такой инструментарий должен быть. Раз работают отдельные группы, значит, потом их опыт должен как-то обобщаться, создаваться что-то вроде базы знаний. Ну, может быть, база знаний, это я слишком громко говорю, но, да, нечто, какое-то хранилище, где обучаемые могли бы посмотреть, что и они сделали исторически, так сказать, накоплено, в том числе и после обучения, и посмотреть, что их коллеги делают. Банально посмотреть, какие вопросы уже разбирались, задавались, интерактив какой-то внести, и во взаимодействие друг с другом. Та же группа, может быть, захочется пообщаться вне занятий. Вот я такое в прошлом году отрабатывал, в том числе в одной крупной международной бизнес-школе. Нужно как-то это все интегрировать и реализовать таким образом знакомый вам, наверное, инструмент, который сейчас называется социальное обучение. Социальное не в смысле бесплатное для каких-то незащищенных слов, а социальное именно как коммуникативное, то есть обучение на основе социализации. Привлекать внимание, удерживать это внимание, давать возможность воспроизводить какие-то действия, навыки, опыт, которые приобретают студенты, слушатели в ходе своих занятий, и мотивировать их, причем не только на получение знаний на это, в нашем случае, как правило, мотивированы. Да, вот здесь, может быть, немножечко остановились, вот если говорить о опыте именно специалиста, туда приходят люди почти всегда, там на 80, может даже больше процентов мотивированные, которые понимают, что им нужно для работы, для карьеры. А вот студенты, с которыми у меня тоже в прошлом году был некоторый опыт, они часто не очень понимают, для чего им те или иные знания нужны, надо их мотивировать. Но кроме мотивации на получение знаний, очень важна еще и мотивация на их последующие применения. Как мотивировать? Сделать это проще, опять же, за счет отработки в малых группах, за счет возможности обращения к собственно наработанным кейсам, примерам в ходе обучения. Взял те кейсы, которые отрабатывал в ходе обучения, адаптировал их к использованию у себя в работе. Очень хорошо, удобно, полезно. Ну а вот с прошлого года достаточно активно развивается такой инструмент, майкрософтовский, как Teams. Почему он? Ну, во-первых, он русифицирован, что очень немаловажно. Хотя у меня в прошлом году был опыт внедрения, и вот как я уже говорил, в международной бизнес-школе, то есть на английском языке. Он с прошлого года стал бесплатным. То есть можно им в достаточно широких пределах пользоваться абсолютно бесплатно, и любой человек даже может завести там учетную запись и, соответственно, использовать. Какие основные возможности он предоставляет, которые реализуют вот заявленные потребности? Ну, во-первых, формат синхронного обучения в режиме онлайн. То есть можно транслировать аудио, видео, экран преподавателя. Можно организовать совместную работу, причем в самых разных аспектах. Это может быть за пределами класса, потому что создаваемая группа или класс, как она там и называется, она доступна в любое время. Это индивидуально. Это не как сессия вебинара, она закончилась и все. То есть преподаватель уже занимается с другой группой, или вообще ушел отдыхать вечером, а там группа решила, нам удобно сегодня там после работы в 7 вечера, например, собраться и там что-то обсудить, кейс сделать. Соответственно, накопление материала, там доступ к хранилищам достаточно большой. OneDrive, SharePoint хранилища, просто выкладывать материал. Они, может быть, не очень структурированы. Конечно, назвать, еще раз скажу, полноценной базой знаний это нельзя, но как какой-то для небольших команд можно использовать. И записи сохраняются. А раз они сохраняются, их можно использовать для последующего применения. Как делаются записи? Очень простой экранчик, вы видите, все русифицировано. Можно запускать запись, останавливать запись, выбирать, какой экран демонстрировать. Сейчас покажу это буквально на следующем слайде. Можно подключать, вот если вверху, обратите внимание, стрелочкой специально показал синий иконка «Люди», участников прямо по ходу, то есть можно использовать и для каких-то массовых вебинаров. Например, это очень неплохо работает в корпоративном обучении, когда нужно на крупном каком-то предприятии, в крупной организации массово обучить чему-то новому сотрудников. Создается такая массовая трансляция, люди туда подключаются по ссылочке или даже напрямую. И, собственно, запускается демонстрация. Вот я специально здесь сделал такой скриншотик. Если обратите внимание, можно самые различные варианты трансляции выбрать. Можно выбрать экраны, причем можно выбрать несколько экранов. Поскольку у нас с вами конференция профессионалов дистанционного обучения, я думаю, работа с двумя, с тремя экранами ни для кого не является чем-то таким новым, особенным. Вот, пожалуйста, выбирайте один экран, другой, экран третий. Сколько экранов подключено к вашей рабочей станции или к ноутбуку, Teams их все видят, можно демонстрировать экран, можно демонстрировать конкретное приложение, если так более удобно. Соответственно, запись идет, запись сохраняется, запись потом может быть выгружена в стандартном формате MP4 и, соответственно, использоваться вот потом уже для синхронного обучения, для какого-то доступа уже в качестве справочного материала, возможно. Теперь немножечко давайте поговорим о том, как можно использовать Teams в качестве инструмента для смешанного обучения, то есть с индивидуальными вариантами обучения, с асинхронным обучением. Ну, во-первых, это, естественно, индивидуальный режим аудио-видеоконсультации с преподавателем. То есть абсолютно индивидуальный, вот как у нас идет в режиме так называемого открытого обучения, это как раз абсолютно индивидуальный режим. И те, кто занимаются не в классе, а дистанционно, буквально, мы через аудио-видео так и общаемся. Это уже упоминавшаяся работа в малых группах, что, кстати, очень удобно, опять же, и в смешанном обучении. Люди занимаются в классе и дистанционно, из них можно создавать смешанные группы, отрабатывать взаимодействия, а потом между этими группами, например, устраивать взаимные представления, презентации, обмен мнениями и, опять-таки, накапливать базу знаний. Круглосуточный доступ к материалам, включая видео, к любым материалам. Это очень удобно, причем доступ со всех видов устройств. Это ноутбуки, десктопы, мобильные всевозможные устройства, разные виды браузеров, там и так далее, и так далее. Что, опять-таки, в современном мире, особенно для обучения профессионального, взрослых, очень важно. Конечно, человек имеет доступ к учебным материалам не только, когда идет непосредственно занятие, но тогда, когда ему это удобно. И более того, этот доступ сохраняется по окончании обучения, то есть можно освежить какие-то свои знания, какие-то навыки. Давайте посмотрим, я сделал тоже несколько скриншотов, как это может происходить. Индивидуальные коммуникации со слушателями, собственно, вот реальный скриншот, поэтому, видите, здесь даже затенены реальные имена. Соблюдаем законодательство, чтобы не было видно. Вот, пожалуйста, я индивидуально общаюсь с двумя слушателями. Я могу выбрать, вот если посмотрите в правой части, способ общения. Это может быть единое общение в группе, вот такое вот из трех, как бы, человечков. Это может быть чат, это может быть видео, ну, иконка камеры, это может быть аудио, иконка, как бы, телефонной трубки. Ну, понятно, там непосредственно отправить сообщение. То есть, обратите внимание, у меня всего участника в группе 31, я индивидуально сейчас общаюсь с двумя. Да, вот та самая концепция малых групп. Причем таких вариантов общения их достаточно много. Там много, как бы, возможных точек входа. Это может быть через команду, через непосредственный. Вот, завод как раз очень удобный режим, такого реверс общения. Мой слушатель подготовил задание, вот видите, написано продукт, практика 5. Да, выложил и вызывает меня, хочет обсудить выполненное задание. Вот он, режим обмена учебными материалами. Точно так же, абсолютно аналогично, можно обменяться материалами и с другими слушателями, дать доступ другим слушателям. И, опять же, в любое время работать с материалами. Если по результатам проверки я считаю необходимым обсудить и как-то, может быть, внести коррективы или какое-то провести обсуждение со слушателем, уже отсюда из этого интерфейса я непосредственно могу вызвать видео, аудио со слушателем. Или, например, вот если вверху по синей стрелочке вы посмотрите, там справа кнопка, такая стрелка вверх, могу показать свой экран. То есть, допустим, показать слушателю, а как правильно надо было сделать, или какие есть рекомендации. То есть, очень удобный интерактивный режим взаимодействия. Коллективные коммуникации между группой. То есть, такая же группа создается. Если посмотрите на скриншот, создается команда, выбирается текущая команда. И, соответственно, между ней организуется точно так же обмен файлами, материалами, видео, аудио общением. То есть, коллективная коммуникация, то самое социальное обучение прекрасно, замечательно отрабатывается. Ну и, собственно, немножечко о результатах. Значит, результаты скажу таким образом. Здесь приведены на основе данных специалиста. У меня еще есть свои по международной бизнес-школе. Но это опыт где-то примерно за 9-10 месяцев. То есть, пока такой опыт начальный. Тем не менее, он весьма позитивный. Естественно, как при запуске любого какого-то новшества, очень тщательно отслеживается реакция клиентов. 90% откликов позитивные. А какие-то негативные чаще всего связаны, ну, сами прекрасно знаете, там где-то 10% людей, это всегда то, что называется, такие консерваторы, которые всегда любят, как по-старому, а тут что по-новому. Вот, привыкнут, тоже понравится. Существенное снижение потерь времени в процессе обучения за счет следующих факторов. То есть, как раз напоминаю решенные проблемы. Единая точка входа, единая точка хранения материала, возможность доступа к материалам учебным в любое удобное время, в том числе и после окончания обучения. Ну, конкретно в нашем случае еще и достаточно существенное сокращение финансовых затрат на лицензии, технические обеспечивающие работы. Вот, и в том числе за счет очень высокого уровня автоматизации процесса, потому что очень многие вещи можно автоматизировать, но это уже, наверное, предмет совершенно другого доклада и для другой аудитории. Просто имейте в виду, это все делается, это все можно сделать достаточно несложно. Вот, большое спасибо за внимание. Я на связи, конференция наша проходит в режиме такого тоже стриминга оффлайн. Эта запись здесь сделалась заранее, вы видите мои контакты, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, в том числе и на ресурсах конференции, в асинхронном режиме и по окончании, как, собственно, и заявлял. Спасибо большое за внимание, всем успехов, до встречи. Спасибо.